Привет, друзья! Вы спрашивали нас, чем отличаются бюджетные версии котлов от более дорогих собратьев? И за ответом на этот вопрос мы приехали на завод компании НМК. Компания Фарнахс приступила к сборке котлов на территории завода НМК. Вот так, друзья! Сергей, привет! Привет, Сергей! Рад видеть! Наконец, с тобой на повесходстве! Да, отлично! Я хотел задать такой очень важный вопрос, который меня и наших покупателей волнует очень сильно. Стоит ли переплачивать за дорогой навороченный котел, либо же можно обойтись упрощенной моделью для отопления небольшого загородного дома? Что скажет? Здесь, как говорится, на вкусный цвет и на бюджет. Человек может приобрести простую модель, эффективно ее использовать, может взять апгрейды какие-то дополнительные на эту модель, регулятор тяги, что-то еще. Либо поставить изначально дорогую модель. Надо просто смотреть, что именно оптимально подходит по системе отопления. И что более эффективно будет именно в данном исполнении его отопления себя показывать. Но, друзья, я не случайно напросился на производство компании НМК. Я хочу выяснить, насколько разное отношение производства к недорогим моделям и тем моделям, которые устанавливают уже, так скажем, на года. Да, да? Ну да, то есть, я так понимаю, различия в производстве в плане отношения именно выхода. Либо дешевый котел, либо это дорогой. Я предлагаю весь процесс пройти от начала до конца, чтобы все увидели, что будь это дешевый котел, будь это дорогой, в изготовлении все одинаковое, проходят все проверки на качество, независимо от цены. Вот это мы сейчас и выясним. Пойдем посмотреть. Самый первый этап, это когда металл поступает на завод. И он поступает в цех, где его дальше уже будут на лазерных стачках разрезать по заготовке. Независимо от модели котла, будь это дорогой, котел дырного дарения маслом, либо это будет просто стебень, металл здесь вытянется одинаковый металл. Пойдем посмотрим на трой. Это участок лазерной резки, где происходит нарезка всех заготовок, которые дальше будут использоваться в котлах всех моделей и в банные печи. Ну, скажем так, лазерной резки в наше время никого не удивишь. Используем мы это уже давным-давно. Все детали для всех типов котлов режутся здесь. Я повторюсь еще сейчас и неоднократно, что мы не разделяем ни в коем случае в производстве, что это для дешевого котла, либо это будет сделано для дорогого. Но весь процесс, он идет одинаково. То есть металл, разрезка, гибка, то есть нет никаких разделений. А все производится на одном и том же оборудовании. Единственное различие это, ну скажем так, в его функциях, да, толщина металла и так далее. Итак, друзья, исторический момент. Компания Фарнахс приступила к сборке котлов на территории завода НМК. Крышка ящика жульника, будущее для котла КВУ-8. Итак. Вот так, друзья. Теперь, по сути, эта деталь будет стоять на одном из котлов, который будет продаваться в сети магазинов Фарнахс. А, и кстати, травму я получил не здесь. А дальше заготовка куда поступает? Смотрите, после того, как деталь прошла, процесс гибки, она поступает на площадку распределения, так назовем. Это та площадка, где хранятся полуготовые изделия, заготовки, откуда уже будет идти распределение по цехам. То есть отсюда уже идет, работники забирают в определенный цех, где будет проводиться уже окончательная сборка, сварка, доработка. В таком плане. Вот, кстати, детали. Уже в деталях угадывается, какой котел. Судя по скосу и предварительным деталям, это у нас заготовки для котла КВУ-8. Это техотверстия, это то самое, где будут создаваться ребра жесткости. Склад-то опустошен. Ну да, сейчас у нас самый пик сезона идет. И, скажем так, детали, которые после процесса гибкие, ну не все сюда успевают приехать, они напрямую уходят на участок уже сборки, сварки и так далее. Поэтому оно и кажется, что сварка какого-то пустой. Для того, чтобы ускорить выдачу конечного продукта, приходится некоторые этапы пропускать. Но не в коем случае этапы проверки и жарства. Друзья, впереди самое интересное. Пойдемте смотреть. Вот здесь уже угадываются контуры будущего изделия, да? Да, все правильно. Это, скажем так, один из определенных этапов. Ну, здесь уже видно, как и так, на взгляд, что это котел Сибирь. Внутри находятся уже ребра жесткости, подготовленные для сварки. Техотверстия угадываются четко дымоход. Дымоход. Да, он выдаст дымоходом. Здесь самые разные модели собраны. И это что за этап? Это самый первый этап проверки изделия на сварные швы. Отмечаю, что в одном ряду идут, как вы, КДГ, Дефекты, Сибирь. Все идет, проходит одну и ту же проверку. Значит, на данном этапе, когда изделие сварено, все сварные швы обмазываются специальным составом. И происходит опрыскивание изнутри. То есть изделие изнутри опрыскивается к химсоставам. Если где-то есть погрешность в изделии, в сварном шве, оно поменяет цвет. На данный момент мы видим, что можно будет заглянуть, что уже этап проверки прошел, дефектов не выявлено. Но оно стоит, скажем так, где-то не происходит быстро. Есть определенное время, которое нужно выдержать. Даже сейчас мы стоим, я уже заметил, это изделие было доработано. То есть был выявлен дефект на сварном шве и произошла дефектовка, то есть недоработка. Та самая емкость с краской, которая опрыскивает внутренность котла, внутренность стопки. И в случае каких-то возникновения нюансов, протечек, все у нас проявляется на внешней стенке. Нет, не протечек, а именно качество сварного шва. На протечку мы будем проверять чуть позже. Здесь уже, то есть, был первичный этап, когда мы проверяли одностенная сварка. Здесь, на данном стенде, происходит уже жжение в верхнюю рубашку и внутреннюю рубашку. То есть, по сути, это уже, ну, котел готовый на 30-40% именно само основание котла. И здесь уже происходит проверка пасторная на то, как сварены они были между собой. Ого, друзья! Ну, я не знаю, насколько эта информация и является секретной, но здесь больше 40 сварочных хвостов, на которых одновременно работают 40 человек для того, чтобы собрать топу котла ННК. Сергей, прокомментируйте как-то. Евгений, это святая святых. Здесь уже происходит окончательная сварка, сборка всех деталей. То есть, это, по сути, котел, который затем устанавливается под давление. На данном этапе уже и происходит тот самый первичный процесс опрессовывания котла. То есть, устанавливаем его под давление. Можно зафиксировать, что изначально идет 0,2... так, что у нас, 2 атмосферы. То есть, это первичные 2 атмосферы. Окончательно идет до 4 атмосферы проверка. Изделие устанавливается, выдерживается определенный регламент, именно временной, для того, чтобы выявить все его дефекты. Мы видим это котел-дефест и котел-сибель. Все происходит. Процесс проверки, сборки происходит. Все одинаково, да? В одинаковых условиях? Да. И с одинаковым давлением? Однозначно. Так, посмотри. Можно обойти с той стороны, посмотреть. Здесь у нас стоит котел-дефест. Да, 2 атмосферы. Обойдем с той стороны. Накачали, и он стоит под давлением. Идет осмотр. Итак, сварочные пласты у нас остались. Позвольте, что далее? Далее изделие выставляется на дополнительную дефектовку. Здесь мы видим готовые, вот они стоят. А здесь уже происходит навес дверок предварительной. Зачивка швов. Ну, то есть удаление... Каких-то что-то товатостей. Да, неровностей. И опять же, после этого окончания мы идем на вторую опрессовку под давлением водой. Опрессовка идет вторая, получается, у нас. Также под водой. Пойдем. Мы все ближе и ближе к финальной сборке котла, да? Ну да. На данном этапе мы видим посты, где происходит второе опрессовывание. Именно уже готовый котел. Вторая опрессовка под давлением водой. Да, даже можно заглянуть внутрь котла, и мы его увидим поэтапно, да? То есть на данный момент металл поменял цвет ввиду опрыскивания химсостава. На предмет первого выявления именно сварного, неправильного сварного шва. Здесь они уже стоят. Вторая опрессовка у нас идет водой. Можно увидеть, что опрессовка осуществляется в 4 атмосферы. То есть четко видно. Вот они легко угадываем по своим внешним контурам. Это котел КДГ, который так сейчас у нас, к сожалению, не хватает. Катастрофически. Разлетается, как горячие башки. Это подтверждаю, потому что мы тоже боремся с компанией ННК за право обладать свежей партией котлов. Также добавлю, что не только КДГ здесь опрессовывается. Сибирь, Ефес серия. То есть все серии котлов, выпускаемые нашим заводом, они опрессовываются здесь. Котлы здесь уже окрашены и подготовлены к сборке. Да, то есть мы по ходу того, как идем к процессу окончательной сборки, хотел показать тот момент, что котлы, после того, как прошли дефектовство, опрессовку, все остальное, они окрашиваются изнутри за расстойкой эмалью. И только потом уже они идут в окончательную сборку. Чтобы люди понимали, что котел, металл, который находится под кожухом сборки, он окрашенный, то есть защищенный. У каждого котла присылается свой номер и на каждом этапе идет отметка. Тот, кто занимался определенным этапом, он ставит свою отметку по его готовности. То есть это такой чек-лист, да? Да, чек-лист. В итоге по этому чек-листу будет присвоен номер, индивидуальный номер котла. И дальше он уже будет отслеживаться в продаже именно по этому номеру. От момента того, как его начали сваривать, да, то есть первоначальный этап, и до момента окончательной сборки, когда вот он стал готовый выехать на склад. Супер. То, что мы хотели донести, показать. На данном этапе сборки вот они стоят, серия КВО, вот они, серия Магнум готовые, уже осталось их запаковать. То есть вот он процесс до комплектации котла. Котел, готовое изделие, прошел полимеризацию, покраску в камере полимерки. происходит навес дверок, устанавливается зольник, вкладывается паспорт. После того, как произойдет окончательный процесс сборки, ОТК его проверяет на наличие всех комплектующих и ставит свою отметку печать. Сергей, мы так незаметно обошли весь цех по кругу и вернулись практически в начало, да? Ну, как сказать, в начало. Это готовая продукция, которая уже готовится переместиться в цех готовой продукции, где она будет храниться и дальше распределяться уже по складам, либо выезжать по своим дистрибьюторам. Просто хотел ацентировать внимание, что здесь в небольшом количестве, сейчас это только начало смены, что и серия КВО, как мы проговаривали, и серия Гефест, и серия Магнума, они идут в отдельном, вернее, не отдельном, они идут в одном конвейерном ряду. То есть, как с начала этапа, как мы заходили, когда видели, что идет раскройка металла и до конечного выхода, то есть, все этапы производства, они для всех котлов одинаковые, то есть, нет распределения. Давайте все-таки выясним, в чем же разница между бюджетным котлом и котлом более высокой ценовой категории. Различие не в том, что в производстве это изделие у нас производится на отдельном конвейере, поэтому оно дешевле, нет, различие именно в технических характеристиках. Котел по мощности либо маломощный, то есть, соответственно, в нем задействовано меньшее количество металла, меньшее трудозатрат, соответственно, он будет подешевле и по функционалу. Либо котел прямого горения, когда он может выдает определенное время горения, либо это котел длительного горения, то есть, длительность горения увеличивается. Именно исходя из функционала, количество вложенных трудозатрат, количество металла, она определяет эта цена. Итак, друзья, котел по функционалу и по кошельку можно выбрать в магазинах сетей фарнакс ждем вас в гости а сергея я благодарю за чудесную экскурсию по цепку уникальному производству в котором рождаются котлы нмк но это же еще не все нет сергей ну вы посмотрели от и до цех которым работают с металлом но ваших изделиях есть еще изделие из чугуна как вы решаете этот вопрос на данный момент мы работаем по чугуну с нашим партнером с которым мы работаем уже не один десяток лет но мы двигаемся в направлении запуска своего литейного цеха но я так понимаю нас это ждет уже в следующей серии да я с вами полностью согласен я думаю что это будет следующая серия